Слава Богу, братья и сестры! Меня зовут Саша, я брат Марины Заяц. Мы приехали из Кливленда, Огайо, церковь Бог усмотрит. Если вы знаете, чем эта церковь занимается, занимается людьми, которые оказались в зависимости от алкоголя, наркотики или потерялись от Бога. И я тут имею эту возможность, впервые всего хотел бы вас поблагодарить за эту возможность, чтобы вы мне дали поделиться свидетельством о том, что Бог сделал в моей жизни. Я попытаюсь быть кратким, и также прошу вас, чтобы вы благословили меня в своих сердцах, чтобы это свидетельство имело силу Духа Святого. Я родился в большой семье, у нас было 13. Когда переехали в Америку, мы родились в христианской семье, переехали в Америку, моя жизнь, так знаете, по чуть-чуть, понемножку я начал удаляться от Бога. Когда пошел в хайскул, тогда я уже понял, что Бог – это не мое. Мне нравились друзья, мне нравилась мирская жизнь. И в 18 лет, когда дома никого не было, я собрал свой чемодан, и я ушел из дома. И в очень краткое время, даже месяц не прошел, я впал в тяжелую зависимость наркотика. Все это время за меня молились мои родные, мои братья, мои сестры, у нас очень много родственников в церкви, они поддерживали меня в молитве, но мое сердце было закрыто, и я не хотел никого слушать. Я уехал и жил своей жизнью. Но так как наш Бог верен, Он слышит молитвы родителей, молитвы церкви, братьев и сестер. И вы знаете, в один раз мама позвонила, поговорила с папой, говорит, может, ты же вернешься, может, уже хватит блукать. Я подумал, да, наверное, пора возвращаться. Я вернулся, попросил всех прощения просто для отметки. Пришел в церковь, тоже там попросил прощения, тоже просто для отметки. И решил теперь жить с родителями, ходить в церковь, церковь и жить дальше своей жизнью. Пытался жить на две стороны. Ну и как вы думаете, смог я удержать победу таким способом? Нет, очень быстро, в мгновение нескольких дней я обратно впал в ту же зависимость. И вы знаете, я всегда хотел свободы, но я не хотел ее получить через Иисуса Христа. Я пытался обойти как-то другими путями, может, знаете, переехать, может вот так, может деньги маме отдавать, не брать чеки в руки, но оно не помогало. Я не хотел отдавать свою жизнь Иисусу Христу. И все время я падал, и я падал, и не мог никак встать. И один раз пришел в церковь, я встретил свою жену, я влюбился, я был в то время в зависимости, и я решил, вот, вот Бог мне послал это благословение, и она мне поможет. За этой любви я по-любому завяжу. Думаю, после свадьбы, сразу. Мы женились, поехали на ганимун, вернулись. Прошло несколько дней, и обратно впал в ту же грязь. Не смог удержаться, потому что все не отдал свою жизнь Богу. Вы знаете, потом жена забеременела. И я говорил, ну я стану отцом. Вот теперь я по-любому завяжу. Ну не сможет быть такого, чтобы я не завязал. Я же буду отцом, у меня же сколько ответственности будет. Я должен буду воспитывать. Жена поехала в роддом. Родили ребенка. Я был там. Я смотрел. Я плакал. Но как вы думаете, смог я после этого удержаться? Нет. И это меня не остановило. Мне потому, что я был просто уже полностью рабом греха. У меня желания были другие, но я делал то, что хотел враг, потому что я ему отдался. И вы знаете, и в очень долгие годы моя жена, и мои родители, и братья, и сестры говорили, может, ты поедешь в репетрационный центр? Я говорил, да нет, вы что? Я сам все могу. У меня все под контролем. Но на самом деле у меня ничего под контролем не было. У меня куда ветер дул, туда я и пойду. И вы знаете, было такое время, что я все, стоп, на неделю подержусь, но потом наркотик станет рядом. И у меня не хватило даже полсекунды, чтобы задуматься и сказать, нет, я не буду, я завязал. У меня как будто мозг отключался, и я уже даже сам не понимал, как я уже все, я обратно в том же самом нахожусь. Но в один день, когда у нас же было двое детей, это уже прошли года, было уже двое детей, это уже было шесть лет тяжелой зависимости наркотика. Я думал, наша уже семья, она распадывалась, уже все, уже там почти, уже дошло до развода, и я понимаю, никто не хотел, никакая жена не мечтала о такой жизни, которую я ей давал, никто. Вы знаете, я с пониманием этому относился, и как-то раз, когда эта чаша молитвы наполнилась, когда братья и сестры церкви молились, эта чаша молитвы наполнилась, и Бог посылает мне такую простую картину. Посмотри на себя, на чего ты превратился, на что похожа твоя жизнь, ты пытаешься своими силами, но ничего не получаешься, может, ты поедешь в этот центр, и я как будто себя со стороны увидел, какой я был низкий, ниже плинтуса, и даже, кажется, хуже нема куда падать, а я все равно роюсь ниже и ниже, может, ты все поедешь в этот центр. Вы знаете, и когда меня стукнула эта мысль, на то время, оно мне показалось так реально, сколько лет я уже пытаюсь, всякими разными способами, ничего не получается, может, этот раз я отдамся Богу, поеду в этот центр, и он изменит мою жизнь. Вы знаете, я сразу поднял свой телефон, я позвонил своей жене, и я спросил, если я поеду в центр, даст ли ты мне еще один шанс? Она с радостью согласилась. Мы сразу заказали мне билет, я с Ванкувера, Вашингтон, полетел в Кливленд, Огайо. Там меня братья встретили в аэропорту, принялись объятыми руками, там любовь такая. Вы знаете, и когда я пришел в этот центр, я начал ставить время. Шесть месяцев, я закончу программу, там программа шесть месяцев, потом вернусь, буду работать хорошим мужем, а Бог мне начал учить совсем другое. Говорит, не ставь меня в рамки, не ставь мне даты, ищи меня, ищи отношения со мной, потому что я имею план для тебя намного лучше, чем ты строишь для себя. И когда эта мысль, она торкнулась меня, я был тогда на кухне, я мыл посуду, она торкнулась мне, я положил посуду, я закрыл глаза, я сказал, Господи, сколько лет, я пытался сделать своими силами, и опять я пришел сюда, и пытаюсь тебя ставить в рамки, и с этого момента я сдаюсь, я полностью сдаюсь в твои руки, я сдаюсь все твои проблемы, все свои немощи, ибо я пробовал, у меня не получается, я как человек на этой земле постоянно строю свои планы в голове, но если мои планы, не твои планы, то не дальше бы они случились, веди меня своим путем. И когда я это сказал Господу, я как почувствовал, как с меня Он снял эту чажесть, Он взял все мои свои проблемы, и Бог устроил. Вы знаете, я думал, Боже, шесть месяцев, но Бог, когда отдал в Боге руку, Он говорит, нет, сын мой, три месяца закончил программу, слава Господу, и Он меня освободил. Потом, вы знаете, пастырь церкви подходит, говорит, Саша, куда ты дальше поедешь, что ты будешь делать? Я говорю, ну, я не знаю, что вы мне посоветуете. Он говорит, беру жену и детей, переезжайте сюда. Я сразу согласился, но на то же время, я думаю, как это должно случиться? У меня нет ни доллара, ни цента. Жена продала машину, пока я там был. Я понимаю, нужны были финансы, и все такое. Я согласился, и в то время опять Бог говорит, и в этом мне доверься. Я доверился в Богу. Мы получили таксу сразу после того, как я вот это, закончил программу. Там не было много, но думал, на машину искал какую-то маленькую, там, Хонточку, Тойоточку, а Бог говорит, нет, доверься мне, и я устрою. Доверился Богу, и Бог говорит, не будешь на Хонде ехать, будешь на Мерседесе, брат, ехать. И благословил, и дал Мерседес. Устроил работу, дал служение, дал мне свободу. И вот сегодня Бог не только освобождает, Он не только очищает внутренность, Он не только дает эту свободу, Он что-то дает взамен. И внутрь Он вселяет это желание. Иди по этому миру, где так много людей блуждают в этой тьме, и рассказывать об истинной свободе, которая есть только через Иисуса Христа. Сегодня, на этот день, у меня есть трое детей, у меня жена, у меня семья, которую благословляет Бог. Служение. И вот 25 числа было ровно два года, как я был полностью свободным и не употреблял наркотика. Да, дьявол приходил и не раз. Люди приходили, но только по благодати Божьей, только то, что Он давал силы. Мне хватало сказать силы, нет, я от них занимаюсь, быстро садиться в машину и убегать от этого греха. И на сегодня я стою вместе перед вами, и я смело заявляю, что сегодня я свободен. В этой моей жизни сделал Иисус Христос. Потому что перед тем, как я пришел к Нему, я попробовал в любой другой способ, и ничего не сработало. Но когда пришел к Нему, Он мне дал свободу. И за это слава Ему. Извините, я чуть задержался время. Я еще хочу поделиться стихом. Можно, да? Этот стих про разбойника. Как Иисус... Вот так? Нормально, да? Как Иисус спас разбойника на Христе. Я считаю этот стих, Он относился как ко мне. Ибо я тоже висел на том кресте, делал свои последние вздохи, но Бог меня и там спас. Тебе ли знать, судья мой строгий, что крестной муки для меня довольно мало, руки-ноги пробьют? Ну что ж, судья-судья, закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшей пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья-судья, твоим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертные мучения заставят подвести итог всем тем бессмысленным исканием и чужным счастью начинанием, но ты, не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто знает, не приговор меня терзает, а жизнь, вся жизнь моя. Ну что ж, я в жизни этой обманулся и в мир преступный окунулся, и вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья, ты не палач, ты справедлива, мой путь преступный осудил, но знал хоть кто-то, как тоскливо порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива, и знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Ну что ж, железные решетки, привет, последний мой приют, последний путь судьбы короткой меня с рассветом уведут. Прощай земля, прощайте звезды, как вы чисты, среди этой тьмы, но прочь тоска, и сердце слезы не в час, последний не нужны. Я не достоин сострадания, и сострадания не ищу, за все грехи и злодеяния своей жизнью заплачу. Мир без таких, как я, я спокоен, и в том, не новость для меня, что счастье для других, а я, я счастья мира не достоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет, и скрип дверей впускает нежный луч утра. А вот и стражники, пора, тюремный двор, здесь все готово, пред казнью пытков все стоят, и как-то медленно сурово смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плечи, кажется, смочили. Пора уже, чего там ждут удар? Да так ведь разве бьют удар и так, чтоб закружилась земля и небо в близкий звезд? Ударь и так, чтоб все забылось, чтоб мука отключила мозг, а дел преступный, что творил сильней, сильней, ведь мученья я справедливо заслужил. Вот крест на плечи положили, да больно, только боль не та, во мне больней болит душа. А вот и холм, вот положили, вот привязали острый гвоздь, вот молоток, удар и кость, рванула молния внутри, и крик, и дикий крик в груди, но вот и все, уже прибит. А что за боль терзает мозг? Ах, да, рукой была пролита людская кровь, и горький слез из-за нее лилось немало. А чтобы больше, свет зла, рука вторая помогала, ну вот, прибита и она. Кровава красную плетенью сдавила голову опять, и мутно вижу, что со мною второго будут распинать, как рвут суставы гвозди эти, как воздух, хочется глотать, второй распят, а вот и третий, как больно, голову поднять. Идея, быть может, это снится, но разве есть такие сны, какой-то гулкий смех толпы, как опустились эти лица, как прячет бешенство умы, как опустились эти лица, как сильно, хочется воды. Вот третьего уже распяли, прибыли быстро, приподняли, а он лишь стонет, как овца. Да плюнь не сверху со креста, расстроим сладость созерцанья, ведь все равно нам умирать, так прокляни их на прощанье, ведь нам-то нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет, безумный хаос, смерть и ад, но слыша вдруг, прости им, отче, они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже, неужели? Нет, не может быть, как нет, не верю, мессия, крест, бесовский вой, зачем ты здесь? Ведь ты святой, ты окружен был рыбаками, как яркий день среди мрачной тьмы ходил, ты можешь душу прочесть, понять, ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух, но этот крест, венец терновый, ищение лютой, злая спесь, как яд змеи, зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь, разве ты? Как исказили злобой лица, как травить бешенство умы, что здесь тебе святому надо? Среди этой ненависти ада, как можешь принять это зло ты? Ты, который можешь все, а я мечтать не смел, ты знаешь, взглянуть хотя, в единый раз, а ты вот здесь, а ты страдаешь, и умирая всех прощаешь и молишься за падших нас. Не этот час, что близко поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобою, что ты сказал, я не ослушался, быть может, неужели это, неужели это для меня звучат слова святые? Боже, с тобой в раю сегодня я? Где это зло, что бушевало в грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь в слепой борьбе? Там злобой мира окруженный, проклятию предан на холме, висел разбойник на Христе, одним лишь Богом и прощен, тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страданием. В последней краткой жизни в дне испадших, из последних первых, зашел на небо, понял верно, что Бог спасает и на кресте. Слава Богу!